привет друзья я вот думаю много раз чего так происходит потому что вот я провожу занятия вот ликбезы там вебинары там многие научаются управлять своим состоянием потом происходит такое событие некоторые из них из наших таких любимых участников которые заходили туда с проблемами страхов паник и так далее или с какими-то другими психосоматическими нарушениями не те как большинство которые там приходят чтобы развиваться открывать все таланты способности изобретательское мышление обсуждать проблемы человечности создавать науку человечность а вот определенная группа вот из них некоторые они постоянно все равно чтобы не случилось почему-то значит опять пишут и опять хотят индивидуальные встречи причем хронически по многу раз я вот много об этом думал почему потому что как только мы встречаемся опять опять я предлагаю сделать те же самые приемы да и человек делает и опять выходит из этого состояния я потом с неким внутренним возмущением говорю ну ты же мог это сам сделать он говорит но я все-таки думал что с вами лучше да интересное событие правда и так получается что у меня уже на моей седой голове сидят где-то полдесятка ежедневных и вот я постоянно с ними виду переписки и постоянно напоминаю какие упражнения сделать опять им скидываю ролики которые они уже смотрели много раз вот я понял почему ну однажды я говорил об этом что последняя бомба которая летит она самая страшная кажется это понятно и поэтому когда человек попадает покое какой-то ситуации опять стресса опять он теряется но главное главное я понял что они привыкли всегда рассчитывать на внешнюю помощь ну психология такая откуда я это знаю из практики вот это потому что как только мы вместе опять проводим занятия вот так эксклюзивно в интернете опять ему хорошо это и мальчикам и девочкам и женщинам и мужчинам это не имеет значения но у них есть какая-то такая внутренняя экзенциональная или воспитанная с детства манера что ждать надо помощи извне ну скажите так проще привычка такая зачем я это сейчас записываю затем чтобы напомнить еще раз еще раз напомнить вы когда попадете опять в эту синусоиду когда какой-то стресс накроет вас напишите у тебя хотя бы на стенке или холодильнику прилепите ключ сделать сама а то получается метод ключ для обучения управления своим состоянием самостоятельно независимо ни от кого как аутотренинг правильно это же есть супер современный аутотренинг попробуйте сделать так ну хотя бы два-три раза так попробуйте если у вас не получится тогда уж конечно никому не отказываю но когда меня не больше вы будете делать ну так же получается но извините конечно нет но вопрос не в этом вопрос в принципе а принципиально вы тогда уже начинаете выходить на вебинар или на бесплатный ликбез как раньше говорили зарубите себе на носу что это обучение тому чтобы ты научился управлять собой своим состоянием сам на все случаи жизни попробуй так сделать и ты увидишь какие огромные перспективы у тебя возникают да как только ты лишаешься надежды у тебя открывается такие возможности когда ты полагаешься только на себя это доказано не только моей практикой именно от отчаяние именно тогда когда человек уже не ждет какой-то посторонней помощи включаются главные основные ресурсы да именно так когда ты не ждешь никакой ни от кого помощи и тогда ты становишься себе творцом это правда сделайте так попробуйте